В Казаларде в рамках национального проекта «Комфортная школа» в предстоящие годы будет построено 8 современных школ. Кроме того, запланировано строительство нового жилья и ряда других объектов, которые не только повысят качество жизни населения областного центра, но и станут достопримечательностью города. Сегодня на очередную отчетную встречу Акимгорода Солбек Шаменов рассказал о проделанной работе и поделился планами по развитию областного центра. В областном центре уже заложен фундамент крупных объектов – Центра искусств, Центра крови и Дворца бракосочетаний. Запланирован еще целый ряд масштабных проектов. В следующем году на Левобережье начнется строительство шести-семиэтажных жилых домов. Отмечен также вклад спонсоров в развитие города. В этом году началось строительство современного центра «Анагатахзым». Проект стоимостью полтора миллиард тенге реализуется на средства предпринимателя. Также за счет спонсора будет построен новый пассажирский терминал аэропорта стоимостью 25 миллионов долларов. При спонсорской поддержке сданы 50 детских и спортивных площадок. Турецкая компания строит на свои средства новый теплоэлектроцентр мощностью 240 мегаватт, что позволит в корне решить вопросы тепло и электроснабжения. Главным событием года стал запуск промышленного гиганта – стекольного завода. Первая продукция уже отправлена в Астану, Алматы и Шимкент. Много новостей и в социальной сфере. Особое внимание – строительство жилья. В очереди на квартиры состоят около 27 тысяч человек. На днях мы вручили ключи от 90 квартир многодетным семьям. До конца года на Левобережье планируем сдать дом на 50 квартир. В СПМК-70 строится 10 многоэтажных домов. Проводится ремонт улиц, модернизация инженерных коммуникаций. Обсуждается проект строительства подземного перехода через железную дорогу на пересечении улицы Жанхожа-Батыра и Культикенова. Стоимость проекта – более 78 миллионов тенге. Будут строиться новые школы в рамках национального проекта «Комфортная школа». В Казларде будут построены 8 комфортных школ нового формата, в том числе вауле Махамбета в микрорайоне Арай СПМК «Казлжарме». Животрепещущий вопрос, проблема общественного транспорта решается. В этом году в общей сложности будет закуплено 150 новых автобусов. На эти цели из бюджета было выделено 1 миллиард 434 миллионов тенге. 82 автобуса уже переданы в эксплуатацию, остальные 68 прибудут до конца этого года. Далее Аслабек Шаменов выслушал, какие проблемы волнуют жители города. «Потолок моего дома протекает. После недавних сильных дождей во всех трех комнатах протекло. Я сама многодетная мама, у меня шестеро детей. В нашем доме не было модернизации. Все дома вокруг прошли модернизацию, а мы остались. Можете посодействовать». Жители Левобережья попросили Акима города открыть социальный магазин. На встрече были подняты и дорожные вопросы. «Орда-скул – это единственная школа на левом берегу. Наши дети идут туда. Но по дороге в эту школу нет тротуара. Во время дождей там грязь и слякоть. Детям приходится идти по этой дороге. Там и машины ездят. Прошу обратить на это внимание». «Этот вопрос уже поднимался. Я и сам там был. На данный момент готовится проектно-сметная документация. В следующем году начнется строительство дороги и тротуаров». Аким города отметил, что встреча была конструктивной. Прозвучавшие вопросы лягут в основу плана действий его команды. Лимара Ахангаза, Айбек Кажаубай, Турихан Кожахметов, Телеканал Казларда.